Всем привет, добро пожаловать в новый влог, для начала давайте накрасимся вместе. Мы днем собирались встретиться с друзьями, у нас жара, так что это будет мой летний макияж на выход, не на каждый день. По этому случаю я даже решила приклеить патчи под глаза и нанести масло для губ от бренда Luxe Visage. Патчи у меня пикси, я не совсем поняла, что они делают, еще скатываются, так что нет, это первый и последний раз. А вот масло для губ отличное, хорошо увлажняет и придает красивый цвет. Завиваю реснички керлером от бренда Shoe Amura, он дает эффект как после ламинирования, только это понятное дело на один день. Но зато с ним ресницы очень такие изогнутые и даже проще красить тушью. Недавно снова купила своего вечного фаворита, это тушь от бренда Eveline под названием Volume Celebrities. Очень хорошо разделяет, прокрашивает, удлиняет и у меня прекрасно держится в течение всего дня. Мне ее хватает где-то на полтора месяца. Снимаю патчи под глаза наконец-то, все как было так и есть. Выбираю одну из любимых тональных основ на теплое время года, точнее это даже не тональная основа, это CC крем с уходовыми свойствами и SSPF 50 от бренда La Roche-Posay, их линейка Age Correct. На самом деле я наношу довольно много, потому что, во-первых, это все больше про уход и это все-таки фильтр для защиты от солнца, поэтому его нужно прилично для того, чтобы он действительно защищал. Также заметьте, что я сначала распределяю его по всему лицу, потом вбиваю. И он со временем как бы усаживается и впитывается, потому что это не совсем макияж, это больше крем. И он впитывается в кожу, растворяется в ней, для того, чтобы убрать излишки, я все растушевываю при помощи спонжа. Это у меня спонж Eco Tools. Вот так он выглядит на лице, на самом деле не как тяжелая маска, у него один оттенок и он неплохо адаптируется. Чем дольше он на лице, тем красивее выглядит. Я использовала совсем чуть-чуть консилер от бренда Armani. Вот Armani и Evaline мне больше всего нравятся на каждый день. Теперь беру новую пудру тоже от Evaline, мне недавно ее прислали под названием Variette. И она чем-то напоминает мне метеориты, только в виде рассыпчатой пудры. Она очень-очень мелкая такая, незаметная на коже, хорошо фиксирует макияж, не пересушивает ее. Но это пудра и с фиксацией, и также с таким отражением света. То есть она не прям сильно сияющая, как Hourglass. Наверное, даже чуть меньше блестит, чем метеориты, вот так переливается на лице. Но, вы знаете, вполне себе хороший вариант, мне понравилось. Прочесываю брови. Это у меня карандаш от бренда Paezo. Очень красивый оттенок для пшеничных блондинок, то есть он с легкой теплинкой. Honey Blonde, по-моему, называется. И это пудровый карандаш, который, ну, практически незаметно, то есть он ложится, как тени. И мне сейчас нравится этот цвет, как-то с ним выглядишь моложе, и макияж свежее. Но у них есть и похолоднее оттенок. Беру бронзер от бренда Dior. Это даже не бронзер, а пудра. Причем пудра необычная. Это, как они называют, powder, no powder. То есть это не пудровая текстура, он как будто запеченный. И вот действительно на коже его не особо заметно, но он дает оттенок. Я набираю его приличное количество. И вы знаете, в жизни он выглядит не таким теплым, но это все же бронзер. И вот на лето просто супер, потому что это не очередной слой макияжа и не кремовая текстура. Румяна у меня также новые. Это Bare Minerals в оттенке Pink Sky. Очень красивый цвет, розовый, он еще со светоотражающими частичками. Но это опять же такая крутая текстура. И не мусс, и не крем, но на лице выглядит как кремовый. Не знаю, как это объяснить, но я влюблена. Теперь карандаш от бренда Puba в оттенке 4. Супер цвет, который подходит ко всем помадам. И я наношу ее на все губы или в качестве контура. Но я думаю, что вы знаете, что это мой постоянный любимец. Помада у меня также от бренда Puba. Их линейка Petal Lips в номере 4. Очень красивый такой, коралловый, слегка розовый цвет. Он многим подойдет. И эта помада как бархатная. Она матовая, но увлажняющая, тоненькая. И ее можно наслаивать. Мне этот оттенок очень понравился. Сейчас часто его ношу. Хочется немного подчеркнуть глаза, но при этом не перегрузить весь макияж. Возьму матовые тенты от Luxe Visage. Вы мне их очень сильно советовали. Это как и тени, и база под тени. У меня сегодня номер 103. Я попробовала несколько. Это восхитительная вещь. И цвета божественно красивые. Видите, он такой чуть-чуть темнее, чем у естественной оттенок кожи. Все настолько быстро происходит. Можно наслаивать. Я точно могу их советовать. Для того, чтобы добавить немножко блеска в уголок глаза, я беру хайлайтер, по-моему, куки из палетки от Benefit. И прохожусь маленькой кисточкой по уголку глаз. Забыла зафиксировать брови намертво. Это мой любимый гель для бровей. Тоже от Luxe Visage. Для тех, кто любит, чтобы брови вообще не сдвигались с места в течение дня. Ой, это аналог ни одного люксового средства. На этом мой макияж готов. Еще раз повторюсь, не на каждый день. Но зато у меня и макияж, и SPF защита. И при этом все хорошо держится в течение дня. И выглядит свежо и естественно. Собираю детей в лагерь. Ура! Вроде как все по плану. Мы получили целый список того, что необходимо взять с собой. Много футболок. Он едет на 2 недели и в горы. А в горах такой коварный климат. Поэтому помимо огромного количества шортов, есть еще и спортивные штаны. Так, косметичка. В косметичке обязательно зубная щетка, солнцезащитный крем и зубная паста. Банное полотенце. Интересно, Захар помет или нет. Это полотенце для лица и полотенце для бассейна. Целый пакет белья, носков, также плавки. Дождевик. Потому что там в несколько раз в день даже может идти дождь. Я тут частично уже подготовила одежду, чуть не сказала в отпуск, в дорогу. Нужно еще сделать бутерброды завтра утром и несколько кофт. Также джинсовая куртка. Я надеюсь, что этого будет достаточно. Также даю ребенку свою старую камеру. Ох и сложно ей со мной пришлось. И это заметно. Она уже такая расхлябанная. Она точно такую же. Я сейчас снимаю. Это старый фотоаппарат. И он, кстати, очень классный. Но если снимать много на него, то... Ой, он потом начинает шалить. С фокусом проблемы. Так что я сейчас решила перейти плавно на Sony. Заряжаю. Он недавно ко мне приехал. Я таки приобрела новую камеру. Буду тестировать и ее. Я не помню, я сказала или нет, куда в конечном итоге я переписала Захара. Но он, в общем, едет в лагерь. Ему необходима камера. Нашла еще старый такой органайзер, типа как для камеры. Мне сегодня сложновато. Мы гуляли до 4 часов утра, и я очень сильно не выспалась. Зарядка. Одна зарядка у меня сейчас заряжает батарейку к вот этой камере. И еще я купила отдельно карту памяти. Потому что мне все мои нужны. У меня всегда там штук, наверное, 6. Так что Захарчику купила еще одну. Сейчас все сложу. И вроде как почти готово. Ура, ура. Сегодня утром Захар поехал в лагерь. И ура не потому, что я хотела его туда впихнуть. Он сам очень хотел туда отправиться со своим лучшим другом. Оказалось, что также еще одна одноклассница будет там. Поэтому он прям так очень сильно загорелся этой идеей. И небольшой апдейт всего происходящего. Что с нашей ногой нам отказались давать справку в лагерь и ортопед, и также педиатр. Я уже не стану говорить о том, сколько времени я потратила на то, чтобы записаться, чтобы попасть туда. Потому что они сказали, что как бы они должны будут принять на себя всю ответственность за здоровье ребенка. То есть я сама как мама должна это сделать. Короче говоря, я думаю, что все будет хорошо. И также сегодня я получила ответ из страховой компании. Вы сейчас упадете. Короче, они там все как-то пересчитывали по своей схеме. У них есть свои доктора. И я не знаю, что тут можно пересчитывать, когда есть все чеки, сколько было потрачено на лечение и на реабилитацию, которую мы уже закончили. И это даже не 200 и не 300 долларов. Это гораздо больше. И нам тоже говорили, что будет какой-то там моральный ущерб. Но даже, вы знаете, никто не надеялся на то, что нам заплатят больше, чем мы потратили. Я на травме ребенка ни в коем случае не хотела заработать. Мне просто было интересно, как же работает такая страховка. И раз была такая возможность, я обратилась в страховую. Короче, нам вернут 150 долларов. И я уточняю, это 150 долларов как бы вообще возмещение с их стороны. Или это к тому, что мы потратили на лечение. Я, скорее всего, склоняюсь к тому, что в общей сложности нам выплатят 150 долларов. И, между прочим, все это с ногой еще не закончилось. Главное, чтобы Захар был здоров. Ну, раз уж мы тут говорим о медицине, о страховках, немножечко рассказывала о жизни здесь, то просто решила с вами поделиться. Также я показывала вам в инстаграме, что мы были в торговом центре. И говорила о том, что Захар очень любит читать. Мы докупили еще несколько книжек в нашу домашнюю библиотеку. Вообще, у них в школе есть своя хорошая библиотека. И оттуда Захар часто брал даже книги из его любимой серии. Помимо этого, там есть и современные какие-то, и Майнкрафт какие-то истории, и классика. И Захар у нас очень сильно любит читать. Как так получилось? Вы просили поделиться, как мы приучили ребенка читать. Мне кажется, что как минимум не заставлять. Но у нас как-то автоматически все так сложилось. Я не знаю, как будет с Игнатом. Мы очень много читали Захару о всех поездках. И также на ночь обязательно Игнату, Захару читаем, читаем, читаем. И в определенный момент Томак научил читать Захара. И он сказал, давайте я попробую сам. То есть не надо читать мне на ночь. И он сам сел. И также мы отслеживали, какие книги ему нравятся, что ему интересно. То есть не просто чтение для чтения, а вот именно, чтобы ему было интересно, что там будет дальше. Поэтому мы как бы подхватывали его какие-то интересы и постоянно докупали, докупали, докупали. И вот сейчас Захар перечитал целую серию доступных здесь книг. Я пока что не нашла никаких других. И сейчас покажу вам авторов. Это такие как бы мини-истории, даже не о детективах. Это просто мальчик и девочка, которые проводят свои расследования. И здесь вот есть тайна мумии, тайна школы, тайна любви, тайна кофейни, бриллиантов, кинотеатра, матча, цирка, замка. И еще очень много других мы часть уже отдали другим друзьям, потому что мальчики меняются книжками. И это, конечно, очень здорово. Хотелось бы, чтобы Игнат читал. Вот Игнату купила биологию в картинках. Ему, между прочим, многое нравится из того, что привлекало меня. Когда-то там в детстве я очень любила все, что связано там с биологией. Кстати, у меня были супер оценки до определенного момента. Это что касается детских книг. Очень многие в инстаграме спрашивали, что мы читаем. И вам пригождаются мои рекомендации. Я вижу, что вы потом мне пишите, что вот мы купили там о Греции книжку, еще что-то. Супер. И эти книги недорогие. И Захар у нас за вечер вот перед сном может сидеть и читать. Ну, то есть он прочитает целую книгу, не ляжет спать, пока не дочитает до конца. Здесь сколько страниц? Ну, чуть больше 80. Но есть какие-то картинки, шрифт довольно крупный и такой простой, доступный язык для детей. Главное вот привить как бы любовь, наверное, к тенью ребенка, а дальше будет видно. Конечно, мы поддерживаемые на книге я никогда не жалею денег. Вот, поэтому каждую неделю мы куда-то шуруем или заказываем что-то онлайн. Нужно поискать какую-то детскую библиотеку здесь недалеко от нас, потому что школьная сейчас с закрытого, время каникул. Несколько новинок для волос. Вы просили показать, что я приобрела. Здесь есть мои постоянные любимцы. Что-то мне не подошло, что-то я не поняла, я даже не успела попробовать. Ну, давайте по порядку. Вы знаете, что долгое время я сидела на шампуне от бренда Виши из линейки Деркос или Деркос. Господи, я когда-то это выучу. Ну, в общем, выглядит он вот так. Мне назначала его моя доктор-дерматолог-трихолог, когда у меня была аллергическая реакция. И вообще, это было страшно. Два года тому назад, и к счастью, тьфу-тьфу-тьфу, где-то тут постучать, проблема ко мне сейчас не возвращается. Как на теле, так и на коже головы. Я думаю, что питание имеет огромное значение. Но об этом как-то в другой раз, потому что я вижу позитивные изменения после отказа от сахара, от дрожжей, от большого количества углеводов и так далее. Значит, вернемся к уходу за волосами. Обычно я покупала самый классический шампунь от перхоти, и он такой универсальный, без вот этой желтой полоски. Тут я была в аптеке, у меня закончился шампунь, и я просто схватила вот этот. Я подумала, что ну это тот, который у меня регулярно есть. Я как-то настолько к нему привыкла, что я даже не искала ничего другого. И что вы думаете? Оказалось, что это версия для сухих волос, и он мне не подошел. Потому что у меня, наверное, недостаточно сухие волосы для него, и он мне даже как-то не очень хорошо промывает. Я пыталась его вот два раза подряд использовать. К сожалению, ситуация как бы была плачевной, потому что волосы выглядели жирными, абсолютно нет. Я тут пыталась как-то смешивать его с другими шампунями, и таким образом доиспользовала практически всю упаковку. Она была у меня супер долго. После того, как я поняла, что это что-то не то, я пошла в аптеку и купила... У меня, правда, закончилась большая баночка, была в таком формате. Я взяла вот этот шампунь, и он очень крутой. Я не знаю, что он должен делать, типа как уплотнять волосы, но после него они такие послушные, они не слишком пушистые. И да, он мне нравится, поэтому сейчас купила вот такой. И тоже продолжаю смешивать его с вот этим. Но если у вас проблемная кожа головы, у вас перхоть, у вас зуд, то самый обычный без вот этой желтой полоски, это то, о чем вы очень часто спрашиваете. Действительно, меня спасла рекомендация моего дерматолога. Он у меня на всякий случай всегда есть. Жалко, что я потратила, и что не подошло, но пытаюсь как-то это все израсходовать. Этот шампунь классный, как я сказала, и он не вызывает у меня зуда. То есть все прекрасно, я могу сейчас обойтись и без шампуня для перхоти. Для перхоти. От перхоти, господи, что я сказала? Это кондиционер, который мне очень нравится. Я даже иногда использую его как маску. После него волосы супер гладкие. Тоже виши, витаминные и шампунь у меня был тоже хороший. Можно взять, например, этот кондиционер и шампунь. Но так как у меня в ближайшей аптеке был этот, то решила просто взять к нему кондиционер. Я обожаю уход за волосами от виши. И еще питательная маска. Она у меня тоже была, закончилась. Ее на очень долго хватает. С протеинами. Это восстанавливающая маска. Если у вас волосы вот такие, знаете, очень пушистые, они сухие, они непослушные. Я слегка осветлила несколько прядей, я вам показывала в предыдущем влоге. Это та масочка, которая прям вот идеальна для того, чтобы как-то усмирить волосы, напитать их. Ну вот то, что только что озвучивала, она, собственно говоря, и делает. Прекрасная и очень приятная от душки у этих средств. Так, для объема, для укладки. Я наслушалась девчонок, у которых, ну, роскошная укладка, причем волосы, да, не такие, как у меня. Но, тем не менее, они не прям вот от природы, чтобы были там объемными, мега густыми. И они советовали бренд Кевин Мерфи. Вот этот, да. Я купила его, полагаю, на него такие огромные надежды, потому что я видела, что у девчонок с ним все хорошо. Но я ж тут, блин, со своими обычными, необычными волосами вообще никак. Ну вот знаете, что нанесла, что радио слушала? Это такое дорогое средство. Я думаю, ладно, куплю, может это хоть что-то сделает. К сожалению, я разочарована. Я попробую еще как-то по-другому с ним. Но, честно говоря, я уже и так, и сяк, и вообще никак. Еще взяла средство текстурирующее, которое делает такие волосы, как после сна, как после моря. Не успела попробовать, я все пыталась как-то обуздать вот эту штуку, не дошла до нее. Но, честно говоря, мой энтузиазм слегка приутих. После того, как я разочаровалась, не знаю, девчонки, скажите, есть ли у вас, может я чего-то недопоняла. Но смотрела у других девчонок, блин, такой классный эффект. А у меня вообще не нуль, а минус два. Музыка. 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 Вечером у меня сегодня было свободное время, поэтому я поехала в Стреливариус кое-что вернуть. Примерочных такое освещение, что сразу хочется застрелиться. Ух ты, как круто получилось. Я ищу себе рубашку, прям объемную, для того, чтобы повязывать ее поверх платьев. Очень часто вечером кто-то выходит, чтобы прохладно, хочется набросить что-то на плечи, чтобы ковры тебя не сожрали вообще заживо. Сатиновая рубашка в размере L. У нее такой необычный крой, они есть в разных цветах. Я сейчас еще посмотрю, возможно, возьму себе что-то поярче. Но она как-то так красиво ложится. Вы помните о методе, который я показывала вам, как завязать такой узелок? Сейчас покажу еще раз, потому что вы всегда спрашиваете. Мы оставляем две застегнутые пуговицы. Ну, можно и выше застегнуть, но, в общем, продеваем, блин, одной рукой. Конечно, сложновато мне. Хвостики продеваем именно внутрь. Хоп. Сейчас. Раз. И второй хвостик аккуратно туда же заправляем. И достаем снизу. Видите? И причем, чем объемнее рубашка, тем круче. Вот я пробовала то же самое сделать с рубашкой Томака. Он носит ML, но вот как-то они не лежат так, как надо. Даже вот с шортами из льна. Слушайте, супер. Любой топ под низ, или если застегнуть побольше, то можно просто бюстгальтер поверх любого платья. Так что пойду посмотреть, какие еще расцветки. Мне очень нравится. Добавляешь какие-то аксессуары, стильные сережки, образ готов. Девчонки, классный сарафан. К сожалению, без этикетки. Он единственный в магазине. И на мне размер S. Конечно, мы все это разглаживаем, но ткань хорошая. Хотя на лето, если это сарафан, но она не прям сильно плотная, могла бы быть даже потоньше. И я хочу вам сказать, что S не то чтобы прям вообще большая. То есть она здесь сидит плотно, при том, что мне тут особо нечем гордиться. Имейте это в виду, если будете где-то выискивать онлайн. Она так, очень симпатичный. Я еще хочу померить два платьица. Не уверена, что он мне нужен, потому что у меня слишком много всего. Но так решила показать вам, померяю хотя бы для настроения. Голубое платье с рукавами-фонариками. Мне очень нравится вырез в виде перевернутой буквы P. Типа квадратный. Как его там правильно называют? Здесь резинка. На мне размер S. И тут особо, тесно говоря, без разницы. Я думаю, что даже M нормально было. Потому что все тянется, как спереди, так и сзади. Рукавчики разглаживаем, как и все платье. Мне хочется чего-то все-таки покороче. Не знаю, такая жара, что хочется оголять ноги. Как-то немножечко дать телу подышать, что ли, после затяжной зимы. Но в целом платье очень неплохое. И голубой цвет у меня не слишком часто присутствует в гардеробе. Тем не менее, я тоже его не беру. Потому что ищу кое-что другое. Но решила вам показать. Потому что платье тоже вне времени. И можно будет носить не один год. Даже с вот этими шлепанцами на каблучке или на плоском ходу. Будет выглядеть чудесно. Очень женственно и нежно. Если помните, недавно мы с вами... Нет, не мы с вами, а я с мужем и с детьми была на гриле. Но я немножечко снимала и показывала там интересные шашлычки из клубники, сыра, халуми и также цукини. Это все поджаривалось и в теплом виде подавалось с пестом. Я, по-моему, не засняла этот момент, но так оно и было. Я подумала, что я сделаю похожий только салат. И мне даже кажется, что лучше будет, если я поджарю цукини и халуми, а клубника останется хрустящей. И для салата этого маловато, поэтому я добавлю рукколу. Давайте сделаем с вами... Это, кстати, очень необычно, но безумно вкусно. Мне понадобится такая сковородка, гриль. И я, наверное, ничего жирного не буду использовать, так как оливковое масло уже есть в песто. Можете взять, например, электрический гриль. Я знаю, что он есть у многих. Я голодная, приехала домой, поэтому давайте по-быстрому сделаем что-то перекусить. Разогреваем сковородку. Начинаем поджаривать все. Совсем чуть-чуть. Буквально до мягкости. Выкладываем на тарелку или на блюдо, если вы подаете для большого количества гостей, рукколу, дальше тупини. Теперь сыр. Помытая и нарезанная кусочками клубника не слишком много. Я вижу, что песто у меня слишком густое, поэтому я слегка разведу его в оливковом масле. И поливаем наш салат. Но не слишком много, потому что у нас довольно соленый сыр. Я еще решила добавить орешков кешью. Немного семян чья. Это, конечно, вовсе не обязательно. Мой салат готов. Если вы любите необычные сочетания, то берите на заметку. Я вот обожаю ходить в гости, пробовать что-то новое. Потому что потом ты вдохновляешься. Видите, я слегка по-другому сделала. Мне кажется, что сочетание теплого сыра, цукини с хрустящей такой кисло-сладкой клубникой – это бомба. Ну и рукколу. Рукколу я тоже люблю в любом виде. Все, я побежала есть, девчонки, потому что я сейчас рухну от голода. Блин, я даже когда делала себе салат, то надела фартук и все равно поставила себе маленькое пятно. Сейчас пойду застирывать, но раз я уже тут примастилась, то давайте по-быстрому покажу вам, что я приобрела в Страдивариусе на скидках. Да, я не смогла уйти без вот этих белых шлепанцев. И я уже успела их надеть несколько раз, а будь точнее. Вот, и один раз, это было несколько дней тому назад, когда мы были в городе, мы гуляли очень долго и танцевали, и много ходили. И вы знаете, несмотря на то, что это не кожаная обувь, и здесь есть каблук, и дороги в Кракове далеко не ровные, часто камушками что-то вымощенное. Вообще я как-то особо осторожно с ними не обходилась, они вообще меня не натерли, нигде я их тут не подерла. Так что все нормально, они очень мягенькие, удобные, я вообще не ожидала, ну прям классные. Помимо этого взяла себе несколько аксессуаров. Это набор сережек вот таких колец, они тоненькие, супер легкие, правда вот эти великоваты. Есть два размера и два цвета, в золоте и в серебре. Вот эти большие, ну наверное для некоторых образов они также подойдут, но вот такой диаметр, конечно, самый оптимальный для меня. Мне, кстати, всегда нравились кольца, но они не всегда мне идут. Когда собираю волосы, сегодня довольно жарко, и как видите, я не наношу прям супер макияж на каждый день. Приблизительно, если уж крашусь и не снимаю видео, например, а вот в реальной жизни, это выглядит вот так. Я наношу сиси-крем, который вы видели в собиралке. Если вы еще не успели посмотреть видео об SPF, о моих любимцах, сколько наносить, как наносить, как подобрать, обязательно оставлю вам ссылку внизу, мега полезное видео. Но, судя по всему, пока что мода на защиту от солнца, от пигментации не вошла в чат. Тем не менее, очень рекомендую вам, берегите свою кожу и свое здоровье в первую очередь. Также взяла себе несколько комплектов резинок в такую же цену, как и сережки, около 4 долларов. Давайте, наверное, так, приблизительно. Мне очень нравятся такого плана резинки, потому что они не сильно стягивают волосы, но неплохо держат их. Под них также можно надеть обычную резинку, если у вас очень скользкие волосы. Набор из резинок с кожзамом, такая серо-коричневая, черная и карамельная. Иногда, когда завязываю хвост, даже внизу, это типа, как знаете, дополнение к образу. И веселенькие тоже на лето в цвете бандан. Я не знаю, была ли у вас когда-то бандана, но у меня были тоже в нескольких цветах. Я носила их по-разному. И сюда повязывала, и на шею, и на голову. Но они, к сожалению, были хлопковыми, очень быстро выстирались. Так что, кстати, с удовольствием носила бы их снова, нужно поискать. А пока что вот такие резинки, тоже красная, белая и темно-темно-синяя. Показывала я вам рубашку, это уже практически все, в черном цвете. В черном цвете я не взяла под той причиной, что там не было двух пуговиц, как оказалось. Как-то так, ну не очень, поэтому взяла себе тоже эльки. Вот я мерила М, она уже не так красиво выглядит, когда ты ее завязываешь. Розовенькая, на лето потянула меня на розовый, прям серьезно. И белая точно такая же, как я вам показывала, тоже в размере эль. На этом мы потихоньку с вами будем заканчивать. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Не забывайте посмотреть предыдущие видео. Всех целую, обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.